У пограничной службы России богатая и по-настоящему славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, всегда сражались до конца. 28 мая отмечается День пограничника. В этот день чествуют защитников российских границ, мужественных и смелых людей, которые оберегали и оберегают безопасность Родины и всех наших граждан. Не бывает бывших пограничников. Славные традиции стражей границу ходят вглубь времен. И свой праздник они встречают во всеоружии, сочетая владение самой современной техникой с богатейшим накопленным опытом. А самое главное, что они доказывают свой профессионализм, равняясь на поколение победителей, достойно выполняют все, даже самые сложные задачи. Они постоянно демонстрируют примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. Полковник запаса Юрий Михайлович Лобачев около 40 лет отдал пограничной службе. Он нес ее на крайнем севере, в Средней Азии, на Кавказе. Служба на границе на любой момент спокойно может взорваться взрывом гранаты, автоматными пулеметными очередями. Особенно в последнее время 30 лет практически на любом из участков границы возникают боестолкновения. И солдаты, и офицеры, прошедшие эту школу, естественно, они чувство боевой сплоченности сохраняют на всю свою жизнь. Ну а организованность, как вы говорите, это присуще всем пограничным коллективам, потому что именно высокая дисциплина – это залог успешного выполнения своих задач. Самую протяженную государственную границу в мире на суше и на воде охраняют от посягательств российские пограничники. Граница остается надежно защищенной в любой день и в любое время суток. Славянские ветераны пограничной службы собрались в этот солнечный майский день в парке пограничников в Кубрисе, чтобы принять участие в праздничном мероприятии. День пограничника – это святой праздник, большой для, я считаю, для всего народа Российской Федерации. Так как я служил при Советском Союзе, и мой отец служил тоже в погранвойсках на китайской границе, поэтому этот праздник для меня не новшество. Я был еще молодым парнем и знал, что день пограничника – это свято для этих людей. Я служил на иранской границе, и выходя на границу, всегда помнил, что дома у меня есть мать, отец, бабушка, дедушка, родные, друзья. Свою правду о службе ветеран передает десятилетнему внуку, который мечтает в будущем также служить на границе. Нет почетнее этой службы. Все эти простые, одновременно важные истины пограничникам не нужно объяснять. Они им прекрасно известны. Мы вспоминаем сегодня свои заставы, комендатуры, отряды, где проходила наша нелегкая, но очень нужная, очень важная для Отечества служба. Я хотел бы от имени администрации и совета выразить благодарность всем ветеранам-пограничникам, которые ведут сегодня на территории нашего района большую патриотическую работу по воспитанию молодого поколения. Создаются классы юных пограничников, и уверен, эта работа и в дальнейшем продолжится. Нам надо рассказывать о роли наших защитников настоящих Отечества, которые в свое время находились на самых передовых участках нашей Родины. Много теплых, идущих от сердца слов прозвучало в этот день в адрес пограничников. Выступали и ветераны пограничной службы, и действующие пограничники. Почетные грамоты за активное участие в ветеранском движении и работу с молодежью были вручены ветеранам. Славянские артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. А здесь были не только славянцы, но и представители близлежащих районов. Это наша Россия, мордая повесть великой страны. Наша Россия, чистое небо и мирные сны. Это наша Россия, и пока сердце бьется память в края. Это наша Россия твоя и моя. Праздничное настроение было у всех, кто пришел на торжественное мероприятие. День пограничника еще раз показал, что традиции боевого братства наших стражей рубежей сохраняются. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».